Оперативно получить посылку, пенсию или лекарство. Все это теперь смогут жители даже самых отдаленных уголков Одесской области. Ведь Укрпочта запустила передвижные отделения и в нашем регионе. Как все будет работать, знают мои коллеги. Дальше вы видите специальные у нас ячейки, куда можно положить маленькие бандероли. У нее за спиной есть специальный сейф, куда она прячет деньги, потому что машина должна быть защищена. В каждом таком авто есть большой изолированный багажный отсек для посылок. Как система сортировки корреспонденции, огнестойкий сейф и сумка-холодильник для доставки лекарств. Бригада каждого почтмобиля состоит из начальника отделения, почтальона и водителя сопровождающего. Сотрудники признаются, в дороге будет сложно, но они к этому готовы. С дорогами у нас проблемы. Добраться в какой-то населенный пункт, там же все по времени. Получается, надо в определенное время... Плюс бывает, что непогодные условия. У нас есть такие населенные пункты, что к ним нету твердого покрытия. Никак не прилетит. Да. То есть дождь, снег, это надо либо ехать чуть ли не через Одессу, чтобы попасть в ближайшее село за три километра. Проект почтомобилей уже покрыл все населенные пункты, где проживает менее двух тысяч человек в семи областях Украины. К сожалению, в таких селах обычно нет ни интернета, ни мобильной связи. Юкрпочта на сегодняшний момент является центром коммуникации, куда человек может прийти, получить свою пенсию, получить перевод, заплатить счета за коммунальные услуги, за землю, за газ, получить свежую газету, получить продукт. И для того, чтобы эту коммуникацию улучшить, усилить, для того, чтобы гарантированно людям предоставлять эту услугу, мы запускаем эти машины. К концу года 82 таких авто будут обслуживать 964 населенных пункта Одесской области. Для каждого села рассчитывают оптимальный график работы в зависимости от потребностей населения.